Да, самый классный фор — это фор сатиров, потому что именно он такой вот более играбельный, да, то есть там можно было представить не только фор, не только музыку, но и какую-то фабулу представить интересную. А Миша вообще сравнивает сатиры, которые играют в театре с Дионисом и пишет, что этот сатир, измышленное природное существо, стоит в таком же отношении к культурному человеку, в каком дионисийская музыка стоит к цивилизации. Кстати, чтобы интересно вообще все это представить, друзья, вот сатир, он такой же вроде бы изображается таким толстеньким, с пузиком таким, да, там рожки у него такие, козлиные ножки. Знаете, кого он мне напоминает, друзья? Ежесармата. Вот, Ежесармата. Знаете, что это значит? Сатир, он же определенный, даже образ сверхчеловека в нем содержится же, получается, поскольку дионисийское начало, там все дела, но получается, да. Значит, я со своим аполлонийским вот внешностью своей, да, получается, против настоящего сверхчеловека Ежесармата, который похож на сатиры. На самом деле все наоборот, понимаете? Многие думают, что это я типа сверхчеловека, на самом деле нет, все нормально, я типа наоборот антисверчеловек, аполлонийское начало. С другой стороны Ежесармат со своими маленькими козлиными ножками, там вот эта внешность, антисатировская внешность, это внешность идеального сверхчеловека получается, если так подумать. Вот прям вот если все слить воедино, получается, что Ежи Сармат первый сверхчеловек может быть в мире. Возможно. Вполне возможно. Вполне возможно. Я не отрицаю этого. Кстати, что интересно, действительно, ведь Ежи Сармат, он очень похож на сатиру. У него такая бородка такая интересная, он маленького роста. Я не то, чтобы на ним издеваюсь и не издеваюсь над внешностью, а вообще позитивно отношусь к Ежи Сармату, но вот просто, как ни странно, получилось так, что у него вполне так себе внешность сатира. Козлиные ножки. Нет, ножки у него не козлиные, я не видел его ножки. Не надо. А то, может быть, это как-то со штанами связано. Да, со штанами может быть это и связано, действительно. То, что у него козлиные ножки и не только может быть.